Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл впервые подобное видео на YouTube, я немножко поясню. Меня зовут Галина, я живу в Турции, я просто перевожу новости на русский язык. Все, что у нас происходит в стране, новости взяты из открытых официальных источников. Я не профессиональный журналист, личного мнения не высказываю, я просто перевожу новости. И это мой личный блог. Если вам подобное видео нравится, подписывайтесь на канал. В инфобоксе я оставляю ссылку на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Давайте приступим. На данный момент хочется начать с трагической новости. Но сегодня, к сожалению, их довольно-таки много. Буквально прошедшей ночью, несколько часов назад, в Марокко было сильное землетрясение 7 баллов. Там очень большие разрушения, жертвы, их уже больше 300 человек и много пострадавших. Конечно же, мы понимаем, что это число будет расти. Так что хотелось бы выразить свои соболезнования этим людям. В Турции люди прекрасно понимают, что это такое. И этот страх, эту трагедию. И мы все, в принципе, живем в сейсмеактивной такой зоне. И в Турции мы всегда в ожидании чего-то подобного. Надеюсь, что такое не произойдет ни в каких других странах, ни в Турции. И люди останутся целы и невредимы. К новостям турецким. На данный момент самая большая новость за прошедшую неделю и самая громкая в СМИ. Это наводнение в Стамбуле, которое произошло неожиданно. Я хочу вам рассказать, как это происходило здесь, находясь в Стамбуле, как шители, как мы это видели. И сразу же у нас вылезли конспирологи, которые утверждали о том, что... Я вообще молчу прояснить теорию о том, что землетрясение это тоже было вызвано. Естественно, это американцы сделали. Метеорит, который упал на Турции у нас тоже, это, конечно... Это вообще мне... Когда он упал, на следующий день меня спросили, а вы уверены, что это не ракета? Вот. То есть тоже с таким намеком. И конспирологи после наводнения в Стамбуле очень многие утверждали в интернете, что это Америка спровоцировала этот ливень, дождь. Они во всем виноваты, они хотят стереть с лица. И, короче, Стамбул в том числе. Землетрясение, потому что не получается сделать. Вот они ливнем хотят смыть все, что здесь у нас есть. Починить себе Эрдогана. И понеслась, короче, куча доводов политических, переплетенных с геополитикой, с тем, что происходит сейчас. Какие-то путешествия, визиты, переговоры президента, страна, экономика и все прочее. Все вот в этой перемешке в каше вот в такой с доводами вот этими конспирологическими, притянутыми, ну, просто придуманными какими-то, да. Итак, как же это было на самом деле, по ощущениям? Здесь вот человек, я вам расскажу, как я эту ситуацию видела. Нам за несколько дней говорили о том, что предупреждали, что будут сильные дожди. В 2-3 дня будут сильные дожди, это метеорологи предупреждали. Вечером у нас была огромная чернющая туча. Это было, кстати, не очень поздно, в районе 7 вечера примерно. И вся эта туча огромная черная, очень много было молний. И, кстати, зафиксировано было на Стамбулу. Тогда в течение двух часов полторы тысячи молний. Город реально просто накрыло огромной тучей, сверкали молнии. Было очень темно и тут же очень светло этими вспышками. И они были так высоко, молнии, что гром, ну, сверкало очень сильно, гром гример не очень сильно. Кто-то говорит о том, что грома мы вообще не слышали. Поэтому это техногенная какая-то штука, это вообще искусственно придуманное, сделанное чьими-то руками. Произошло заводь, наводнение и затопление, потому что там был ручей. По Стамбулу, в европейской особенной части, есть такие маленькие речушки, ручейки различные. Речушка, это в плане по колено и размером там 2 метра, например. Потому что такая холмистая поверхность у города, рельеф. Соответственно, там есть какие-то реки, которые... У нас есть озера небольшие, искусственно созданные, парковые зоны различные. Мы не только одним Босфором живем. Если мы уходим от Босфора, на карту смотрим, тогда подальше вверх, да, по карте. Ближе к сторонам, назовем так, нового аэропорта, европейскую часть берем. Так вот, поэтому очень сильные осадки были, они вошли вот в этот ручей и его размыло. И они направились вот в этот дождь, ливневки, естественно, сразу топило, и дождь направился по вот этому пути от ручья и начал просто все по пути своему смывать. Вот что произошло. К сожалению, были погибшие люди. И вот тогда, через 2 часа начался, просто оврал. Сносила не только машины, мусорки, какую-то мебель из квартиры вымывала. Есть квартиры в подземных этажах. То есть, когда ты идешь, и где-то на уровне твоих колен от асфальта у людей окна. Это дешевые квартиры, такой эконом, типа подвальные назовем тогда. Цокольные, наверное, можно сказать. Это же там есть дешевое жилье, где люди снимают. И вот эти квартиры начало топить. Очень часто у них эти квартиры оборудованы решетками, чтобы туда не залезли на окнах. Короче, вот людей оттуда спасали из этих квартир подобных, которые затапливают. Также было вообще число пострадавших. Около десятка человек были в больницах. Это с переломами различными, ушибами, травмами головы в том числе. Несколько человек, вообще их количество возросло до 5. 5 человек погибли. И 2 человека сразу погибли в первую вечер, нам об этом говорили. Один человек на следующий день подтвержденный. И еще 2 человека оказались. Это вообще мужчины и женщины, молодожены, которые поехали в медовый месяц. Они там отдыхали в каком-то маленьком мини-отеле типа кемпинга, которому им арендовали. В общем, они были в свадебном путешествии. Их смыло, короче говоря, с этим домиком. Метро затопило, библиотеку государственную. Там остались закрыты люди. Они сначала побоялись. Это было типа 7-8 вечера. В основном это были студенты, потому что скоро начинается прям вот-вот учебный год. У некоторых уже начался. И они сначала побоялись выходить на улицу, потому что дождь все всплывала вокруг. Они закрыли двери. Но поток воды не останавливался. Этот ручей разлился. И в библиотеку внутри начали утопить люди. И они писали студенты в соцсетях. Спасите нас. Афат их спасал. Это МЧС турецкие. Их спасли. Когда уже в библиотеке было, в принципе, по грудь воды. Это больше метра высота. Слава богу, там никто в этой закрытой библиотеке не погиб. Людей смогли эвакуировать. И, конечно же, сразу вся эта трагедия заняла политический характер. Напоминаю, что в 1924 году по Турции муниципальные выборы происходят. Выбирают мэров городов. Городов крупных. Стамбул из мира, Анкара в том числе. И это самые главные точки, где держат мэры оппозиционные, непровластные сейчас, которые партия, политическая борьба продолжается. Естественно, любое событие используется и в политической борьбе. Так вот, вот это наводнение сразу же воспринялось как бы в штыки. И начали искать виноватых. Хотя, казалось бы, природа. Кто виноват? Виноват кто? Нашлись виноваты. Я считаю, что да, совершенно справедливо. Гидрометеоцентр предупреждал буквально, хотя бы в этот день, когда было наводнение, за несколько часов, за много часов, еще с утра, о том, что будет много воды. Что-то, короче, имейте в виду. Понимаем, что физически, возможно, нельзя было это как-то предотвратить именно, там, что, остановить, да, муниципалитету, в общем, стамбульскому претензия в том, что они стали и ушли с работы, не остались на своих местах для того, чтобы координировать спасение людей, помощь какую-то и, короче, вообще действия какие-либо. То есть, стали, как рабочий день закончился и ушли со своей работы. Типа, это не окей и не нормально. Я считаю, вот мое мнение, как стамбульчанина, жители здесь, да, они могли бы и остаться. Вообще-то, совершенно, наверное, могли бы координировать, но если мы по факту берем, как саму причину природная катаклизма, которая произошла, дождь, остановить у него тоже не могли. И никто не знал, и метеорологи не давали, как бы, предположения, какое количество осадков будет, насколько выше нормы. И сказать, что пострадали около 1800 человек, их имущество, либо сами люди, то есть, пострадавших зафиксировали официально. Это очень много. Это два района в Стамбуле. Затем на каждую семью, домохозяйство, то есть, ну, по сути, на квартиру, будет выделена помощь государством. Это 10 турецких лир от Афада, это МЧС, и 5 тысяч турецких лир от Министерства семьи и социальных служб. Короче говоря, общая сумма 15 тысяч лир. По курсу валют на данный момент это 560 долларов. Но имущество, конечно, на эти деньги ты не восстановишь, не купишь, да и жизни людей в том числе. Продолжаются, естественно, стычки политические, но на низовом уровне человеческом, религиозных людей и светских против приезжих иностранцев и арабов. Короче, это все вот эта вот каша мала. Буквально прошедшим вечером, в 11 вечера, прошедшей ночью, можно сказать, в районе Сен-Юрт, иностранец, эмигрант, он зарезал своего турецкого соседа. И ударом нажав сердце, человек сразу же на месте скончался. Но, так как вот это в обществе поднято недовольство массой, и, в общем, сразу же турки пришли, собрали, назовем так, митинг, протест у дома, вот этого, где произошло это ЧП. Их очень много собралось, и, соответственно, были крики и лозунги. И лозунг хочу отметить. Предатель нас тот, кто дал им дома, то есть кто выдал документы, принял их здесь, вы понимаете, да, это отношение имеет напрямую критика власти партии, тот, кто дает документы, иностранцев легализуют здесь. То есть претензия нек, понимаете, да, то есть вот этими в низовых структурах недовольство политическое переводится сейчас через людей происходит, через граждан неприятные. И вот эти же продолжения политических стычек светских и религиозных очень прослеживаются. Помните, девочки-волейболистки выиграли чемпионат, и был, назовем так, скандал. Одна из девушек в составе команды, она открытая лесбиянка, ее очень сильно критикуют религиозные граждане, и прям пытаются кэнцелить, отказать, запретить ее. Она ведет открытый инстаграм, там несколько миллионов подписчиков, это очень знаменитая личность человек. Она открыто показывает свои отношения со своей девушкой, как бы вопросов у светских к этому вообще нет, делать что ты хочешь. Плюс еще она, как бы, приняносит титулы, работает на благо страны, если так можно выразиться. Конечно же, религиозные против, критикуют, запрещают, айпет. Так вот, очередной панч, вот когда был чемпионат, они выиграли религиозные, накинулись, естественно, на то, что пропаганда, ЛГБТ и все прочее. Сейчас ответ, даже хочу зачитать, в муниципалитет было внесено предложение дать имя волейболистке Эбрар-Кара-Курт, которая, эта девушка, именем волейболистке назвать улицу в районе Балык-Секира. В общем, условно, где она родилась. Родилась она 17 января 2000 года в Балык-Секири городе. Соответственно, так как там было потом наводнение, все вот эти моменты, эта новость ушла, ее сильно не обсуждали. Но вот вы видите, закидываются новости в социальных, в медиа для продолжения нарастания вот этого недовольства. Я, честно, когда, если вы меня спросите, кто это делает, абсолютно все это делают, и та, и та абсолютно сторона, и вся эта история вы увидите. Вот вспомните мои слова, это мое личное мнение, которое я обычно не высказываю, но сейчас чуть-чуть скажу, что эта история, разворот ее будет весной 2024 года на муниципальных выборах. Я думаю, что выборы тут будут довольно-таки необычными муниципальными, не такими, как всегда, а на уровне президентских. Также ввели закон официально в этом году, в учебном году, всем школьникам запрещено приносить телефоны в классы на свои занятия и преподавателям в том числе. Сдавать они должны охраннику там в коробочку до, складывать их при входе в школу или при входе в класс. В каждой школе там будет свое, зависит от деревни это или большой города, много там человек или мало и так далее. На законодательном уровне это ввели. Честно скажу, мнение здесь у родителей и общества разделились, кто-то за, кто-то против. Разрешены, кстати, часы с симкой, когда ты можешь ребенку звонить или он тебе позвонить, может, это можно. В прошлом учебном году было несколько крупных скандалов, когда дети фиксировали на телефон насилие учителей. В государственных школах эта история была. Если, может быть, кто-то здесь живет, вспомните историю, когда учитель ударил мальчик. Это было вообще записано на камеру школьную. Был свидетелем, учитель мимо проходящей, женщина. И его судили. Один малыш, что в стране нет работы, его судили. Он очень ударил мальчика, и тот ударился головой об стену, когда все были на уроке, не во время перемены. В общем, учитель был там, простите, неадекватный вообще человек. Таможенники в Стамбуле на вылете изъяли у россиянки, которая летела в Новосибирскую область, 5 килограмм золота. Это украшения, браслеты, цепочки, сережки, а там перстни различные. В общей сложности в наличии было 400 предметов украшений. И женщина утверждала, что все это она везет на подарки своим родственникам и знакомых. Позналась о том, что она покупала это на базаре золотом, ну там в центре города, где туристы. В общем, в ювелирках она это все скупала. И везет она это все не для продажи, а чисто для себя на подарки, на 5 килограмм золота. Но все это подлагается налогуобложению, это надо выплачивать. Короче говоря, золото у нее по итогу конфисковали эту партию. Она улетела, ее отпустили, но там будет экспертиза, будут устанавливать, что где вообще было приобретено, какие-то документы. Что-то действительно для родственников себя покупайте, смотрите, чтобы количество было фиксировано. Одно могу сказать, по лекарствам точно знаю. Сама, когда куда-то летаю из Турции, можно вывозить в любые другие страны. На выезде из страны наименование любого лекарства не более 5 штук. Если вы покупаете 6 коробок, даже если это витамины или это лекарства, неважно что, медицинское что-либо, то 6 коробка ее могут либо изъять, либо за нее штраф можете оплатить. Ну вообще обычно изъимают сразу. Почему? Это уже 6 упаковка, показатель к продаже, к как бы оптовый вывоз для перепродажи какой-либо чего. То есть всегда помните 5 штук чего-либо. А про метеорит давайте закончим. Ребята из деревни нашли метеорит, останок его, кусочек остался. Отдали его на экспертизу и ушли ребята, хотят продать его за 4 миллиона лир. Это сейчас по курсу 150 тысяч долларов. Пока что покупателей не нашлось. Этот кусок метеорита на экспертизе, посмотрим, что будет дальше. Но молодцы делают бизнес просто на ровном месте с того, что упало из космоса, прилетело на Землю. Вот такие новости Турции в инфобоксе под видео, есть ссылка на телеграм-канал, подписывайтесь. Самые свежие новости Турции. Если кому-то нужна психологическая консультация, пишите на почту, она тоже в инфобоксе. Спасибо за внимание, скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok